Я буду работать с группой А, туда будут входить все представители прессы. С группой Б будет работать Минченко Татьяна Владимировна. Ты кого у нас там ждала? Я взяла россиянку. И Кристина Козынченко Александровна, она будет работать с группой С. Таня сейчас вам расскажет вкратце о программе вообще всего мероприятия. Здесь с нами сейчас Скрипченко Владимир Дмитриевич, это заместитель начальника военизированной охраны. В принципе он отвечает за полностью безопасность, он с нами сейчас будет проводиться инструктаж, когда побольше соберется людей. Таня, рассказывай пожалуйста. Сейчас мы все собираемся, проходим два пункта досмотра. Владимир Дмитриевич проводит инструктаж. Уходим на перрон, ждем наш самолет У-154. Проходим там где-то час. Мы проводим на 25-й стоянке, фотографируете ее. Просто запросили россияне целый час возле самолета. У нас две точки споттинга. Первая и вторая стоянка, там мы проводим 40-45 минут. И следующая точка съемок горка. Те, кто были в споттере, они в курсе, это за полосой. Там также 40 минут. После споттинга мы возвращаемся в аэропорт. У нас будет небольшой брифинг с представителями авиакомпании, представителями россиян и также от аэропорта. И затем у вас будет добиться. Какие-то вопросы? Предупреждаю, курить на перроне нельзя, поэтому если кто-то куришь, желательно сейчас. Если кому-то нужна уборная, то уже сейчас нужно. Ну, на точках споттинга стоят для вас мобильные туалеты. Там будут размещены пакеты для мусора. Очень большая просьба. Почему? Потому что это точно так же связано с авиационной безопасностью. Если начнут летать бумажки, там еще что-то. Есть опасность попадания в винты. Вы понимаете, мы бы очень не хотели, чтобы что-то произошло. В принципе, мы постарались и постараемся создать вам наиболее комфортную атмосферу. Я уже сказал ребятам, попросил, помогите, пожалуйста. Мы вам взяли воду в стаканчике, то есть у вас будет вода, чтобы если кто-то захочет лопить, можно было... Татьяна, можно вопрос? А в кабину будут пускать или нет? В Ту-154. Да, вроде бы сказали, что можно в самолет. Ну, это, наверное, все-таки вопросы больше к Белавио. К Белавио, зачем? Мы как бы за аэроплату. Я думаю, что, наверное, будут. То есть у него представительство можно будет уточнить ситуацию? Да, уточним сейчас. Я думаю, что сейчас по прилету мы уточним, когда... Там немножко есть маленькая определенная сложность. Помимо той группы, которой ваши коллеги прилетают, там еще где-то примерно 14-15 пассажиров. Обычных пассажиров. Да, обычных пассажиров, которые, скажем так, должны как бы попасть домой, а потом уже все остальные останутся. Что касается работы. Первое. Ребята, попрошу сразу же большое уважение к вам, есть к вашей работе, но чтобы у нас с вами не было эксцессов. Первое. Желательно, чтобы я на определенной физиономии не попадаю в ваши объективы. Я не люблю здесь сфотографироваться. Раз. Второй момент. Попрошу у вас еще второе. Когда будет заходить самолет 25-й человек, чтобы понимали, у нас... Я хочу сейчас немножко постараюсь схематично нарисовать, очень четко, чтобы понимали. Вот у нас будут три стоянки. 25-я наша, 24-я и 26-я стоянка. Они будут свободны для вас, для вашей работы. Потому что у вас порядка много. Когда самолет будет заходить... Ребята, ребята, ребята. Ребята, молодые люди, послушайте, чтобы не было проблем. Обещаю просто. Кто-то что-то нарушает, у меня стоит патрульная машина. Я посадил, тихонько подвез, отправил у вас. И вы пошли там на 500-е домой, поехали. Я беседу дважды не буду. Вас 200 человек, я говорю один раз, и поймите правильно. Я выполняю те требования, которые мне подписываются законодательством, правилами. И я их налево, направо, на ютю не отхожу. Объясню вам два момента. Вот самолет. У него есть понятие размаха крылья. В прошлый раз, когда кто-то из ваших здесь сотрудников был, коллег был, был и маленький инцидент. Когда заходит самолет, согласно международным правилам требования эксплуатации самолета, напротив самолета стоит техника. Внимание летчика с нацетированным техниками выполняет его команды. Это так называемые прописанные золотые правила. Вот здесь у вас будут воздушные, скажем так, финилии, которые там будут, воздушные водяные ворота, которые вы будете смотреть, где вас это нужно. У меня к вам убедительно поздно. Край крыла, вот смотрите, не надо вот в этой зоне, когда самолет заходит, заруливает. Пожалуйста, сзади техника не надо вот в этой зоне находиться. Это запрещено. То есть вам в съемках, по большому счету, ракурса вполне хватит отсюда и отсюда снять. Потом, когда уже самолет остановился, вот техник остановился, когда здесь на заражении, он опустил штучки и пошел к самолету. Пожалуйста, можете с лица самолет фотографировать, все, что угодно. Единственная будет просьба, повнимательнее. Будет, когда самолет встанет, будет подходить трав, чтобы забрать пассажиров. Тоже посматривать. Потому что техника, чтобы не было так, что облепили, ни трав, ни подъехали, ничего. Ну, легкая такая, скажем так, внимательность. Потому что, поймите правильно, чем более внимательнее вы, тем легче работать нам, тем меньше у нас с вами, скажем так, ну, какие-то там непонятные взаимоотношения. Вам будет легче и проще. Когда самолет встал, вышли пассажиры, вот 24-25-26 стоянка, это ваши действия. Вот здесь, естественно, будет стоять инспектор, который будет говорить, что ребята, дальше не выходить, потому что там есть зоны движения спецтранспорта, есть зона движения самолетов, то есть есть определенные границы, чтобы вы не попали в эту зону. И, скажем так, ну, не получилось какие-то, так сказать, инциденты, потому что, обещаем, в период движения самолета, даже в период руления, когда он рулит, любая его установка, это записывается, как чрезвычайное происшествие, скажем так, не лучший вариант. Это контроль, это разбирательство, скажем так, это не нужно, это не аэропорту, не авиакомпания Белавина, ну, скажем так, и у вас будет спокойно, уравновешенная работа. В период этого часа, вот в этой зоне 24-25-26 стоянки, то есть, скажем так, любую раку, что хотите, пожалуйста, в любом направлении. Хочете салфи, можете, скажем так, построить пирамиду фотографии с друг другу, то есть мешать работать мы вам не будем. Что касается второго момента. Когда мы с вами приедем на вторую точку, возможно, есть такой момент, может возникнуть ситуация, что не те автобусы будут, а сначала два больших, мы вас подвезем в первую-вторую стоянку. Как сказал Александр Ильич, на первой-второй стоянке и на курке там стоят два биотуарета. Я по поводу тех ребят, которые, я сам профессиональный курильщик, много лет курю, если кто-то хочет попурить, не хочет, отошли к биотуарету, попурили, там будет стоять мешок с мусором. Причем туда, чем более чисто стоянка, все остальное, опять же, первая-вторая стоянка, это ваше право, опять же, вам определять, что там есть определенные зоны, там будут стоять инспекторы, там культуры показаны. Ребята, даже не заходите. Я понимаю, что вы хотите просить в ракурс, понимаете, потому что фотографию, но поймите правильно, есть определенные зоны действия, которые, допустим, которые не только мной, но еще есть руководители полетов, которые смотрят, чтобы не было людей, чтобы не мешать движения. вас в суду. Для общей информации, объясню вам два момента. У нас с вами получается 10-21 самолет, но у нас где-то ориентировочно, скажем так, с 10-30, это, опять же, вам повезет, вы можете этот момент поймать, возможно, будет проходить мимо у вас самолет и двигаться, тоже иметь путь, скажем так, это ваши съемки, ваш ракурс. Вот, скажем так, с 17-45, у нас порядка 6 бортов, которые будут идти на вылет, и где-то порядка, скажем так, 5-7 бортов, скажем так, которые будут прилетать. Когда мы с вами перейдем на вторую точку, она находится немножко на горке, кто уже был, тут знает. Там мы немножко сделали такую маленькую оградку, для чего, почему? Немножко там влажновато, то есть прошел, сами видели. Крутой спуск, поэтому желательно за красуле и не пытаться ловить кадр, потому что может скатиться, а внизу идет дренажный канал, не лучший вариант, скажем так, куда попасть. Поэтому на этой точке, там, я думаю, здесь человек спокойно развеетесь, вам место там, всем хватит, можете спокойно снимать, то есть ракурс, объясню, на данный момент, а взлет у нас идет, как раз, получается, со стороны, скажем так, 130-го курса, это как раз будет, практически отрываться самолет будет у вас на глазах. Посадка немножко, может быть, не прямо у вас на глазах, но чуть правее той точки, которая вы будете на верху, чуть правее будет находиться. Возможно, тот вариант, что не буду гарантировать, как руководитель полета, возможно, когда вы будете на первой, второй снимать ракурсы, возможно, мимо вас будут проходить определенные, скажем так, борта на вылет, то есть, скажем так, это ваше право тоже съемки, то есть вы там можете все прекрасно увидеть. Единственное, что попрошу, самая главная наша цель, задача, это чтобы вы сняли хороший, скажем так, кадр, и дай бог, чтобы у нас с вами сложились хорошие, добрые, нежеласковые отношения, взаимопонимания. Если у кого-то какие-то вопросы есть, если что-то хочется, то лучше, скажем так, вы видите Александра Ильича, видите девочки, видите меня, подошли и спросили, где-то на что-то можем, там, где-то сгибнуть на какую-то стуку, где-то на что-то, как-то, проконтролировать, в течение 5 минут уже можете снять, ну, ребята, отойдите, все. Проще переспросить, не пытайтесь, скажем так, ну, расскажу вам двух моментов, то есть я вам скажу просто вот живой пример, когда был момент, когда у нас один товарищ снимал съемку воздушного судна, была такая специальная посадка, и там хотели взять красивую ракурс, не буду называть телекомпанию, и когда человеку говорят, что вот самолет взойдет, потом он может его сфотографировать, вот он в качестве красивого ракурса с камерой разгоняется, бегит на встречу самолету. То есть в принципе он напоминал, что это Анну Каренину, который кричал, а задавлю паровоз. Вот, но в результате просто получилось так, что не лучший вояр. То есть поймите правильно, я вообще промажу, что такое, скажем так, двигающий самолет и техника объяснил он два момента. У нас двигачи весом более 20 тонн, даже больше они весом, то есть, скажем так, они не обозначены звуковыми сигналами, тихонечко они ползут, они тихонечко могут придавить. Что касается самолета, просто я привожу тот пример, который в качестве шутки я расскажу, что такое самолет. Движение кисти, вот, скажем так, вот руки, это 20 км в час, вот, естественно, просто рука, 30-20 км. Возьмите, дома держат, от лопаток, все-таки раз по голове, больно. Самолетовый вес в порядке, действительно, от 60 тонн и выше. Поэтому повнимательнее, поаккуратнее, так все-таки, по сторонам. Если вопросов нет, то давайте собираем, сейчас все остальные собираются. Да, давайте слушаем. Я думаю, что если можно еще раз для всех повторить, что нельзя, я думаю, это будет полезно. Что нельзя, первое, нельзя курить, раз, бросать что-либо, два, это в первую очередь. Это то, что касается. Следующее, что нельзя заходить в те зоны, которые, скажем так, вам будут ограничены. За ограничение зоны. Это то, что нельзя. Все остальное, все, что касается вашей деятельности, это снимать, фотографировать, это пожалуйста. Находитесь в той зоне, в которой вы находитесь, соответственно, ваше право, вы можете там в этой зоне снять ботинки, перезарядить свой фотоаппарат, можете поменять регулятор, можете подходить на месте. Это ваше право. Вам определяется зона, в которой вам дается полно ваша творческая способность. На самолете, если вы будете, там будет технический персонал, ну, я думаю, что сиденья вы отрывать не будет. Вы люди интеллигентные, что-то понятно. Вы зайдете там, все, что будет ракурс, сфотографируйте. Вы, если вы зайдете в кабину, зайдете в кабину, сфотографируйте, то все равно будет технический персонал, который будет смотреть за вами, чтобы кто-то там тумблер на память не взял там, допустим. Ну, я шучу, я утриру. На данный момент вам можно практически все, кроме двух вещей. Не нарушать наших требований, наших просьб, скажем так, не пересчитать. И второе, скажем так, это просто-напросто, скажем так, ну, вести себя культурно, ну, видите, просто в сравнении не гадится. А сейчас на Ленинске идет небольшой дождь. И еще меняться с фоколом не будет? Нет, мы будем поработать. А я вам скажу честно, даже взлетающий самород в период дождя очень красиво. Да, просто сворачивать. Нет, ничего. Ничего. То есть мы как-то вышли. Зам. Генерального директора. Да, господи, вы знаете. Да, добрый день всем. Значит, мы приветствуем, что вы у нас сегодня будете работать. Мы этому рады. Два года назад у нас проходила такая акция, как купонники не открыли, а вы уже были. Поэтому акция нашей, так сказать, исполнительности. И в дальнейшем будет вопрос сотрудничества. Мы это сейчас приветствуем. Мы, так сказать, открылись. Показываем все наши возможности. Просьба во всех местах у нас будут работники охраны находиться. Если какие-то вопросы, лучше подойдите, что-то спросите. Мы будем постоянно, постоянно с вами находиться. Владимир будет находиться. Да, поэтому все вопросы, если что, сразу подошли, что-то спросили, уточнили, скорректировали, выполнили. Ну, пожалуйста, я вам говорю. Единственное, чтобы вы как раз так понимали, при всем просто. Наша задача стоит в первую очередь, наверное, по создательным уровням, помочь вам, заставить вам, скажем так, ваших, скажем так, вам удовольствие выполнить ваших творческих классов. Это в первую очередь. Но есть определенные требования, которые, скажем так, сами понимаете. Ну, всем, удачной вам работы и хорошего. Спасибо. Спасибо.